Министерство обороны США представило в среду видеозапись эпизодов операции, в результате которой был убит лидер запрещенной экстремистской организации Исламское государство Абу Бакр Аль-Багдади. Некоторые действия спецназа прокомментировал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, боевики, засевшие в доме, где скрывался Аль-Багдади, обстреляли атаковавших и американские вертолеты, что вызвало ответный огонь. Людей, покидавших здание, обыскивали на предмет оружия и взрывчатки, после чего выводили из зоны проведения операции. Аль-Багдади, оказавшийся в тупиковом туннеле, подорвал себя с помощью пояса смертника. Вместе с ним погибли двое детей, а не трое, как сообщалось ранее. Лишились жизни также четыре женщины, имевшие на себе пояса с взрывчаткой и еще один мужчина. Сколько убито боевиков, оказавших сопротивление, генерал не уточнил. Он не подтвердил описание последних минут Аль-Багдади по версии Дональда Трампа. Президент США рассказал в воскресенье, что тот выл, кричал и плакал. Когда все закончилось, объект был до основания разрушен точечными ударами. Генерал Маккензи показал заключение экспертов военной разведки, установивших, что убитый действительно Аль-Багдади. Это подтверждено сравнением образцов ДНК, полученных на месте операции и взятых в 2004 году, когда экстремист находился в тюрьме на американской базе Кэмп Букка в Ираке. Абу Бакр Аль-Багдади считался основателем и лидером экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах, включая Россию. В 2014 году он провозгласил создание халифата на обширных территориях в Ираке и Сирии, захваченных боевиками. К настоящему времени эти районы практически полностью освобождены. Как сказал генерал Маккензи, американские военные остаются на чеку, поскольку не исключают, что сторонники Аль-Багдади попытаются совершить некие акции возмездия.